Добрый день! Сегодня речь у нас пойдёт об электропроигрывателе Бербского радиозавода под названием Vega 122 Stereo. Значит, этот электропроигрыватель, знаменитый Бербский радиозавод, выпускающий обширнейшее семейство радиоаппаратуры под звучным именем Vega, выпускал с 1990 года. То есть уже на закате, в общем-то, эры советского радиоаппаратостроения. Вот. И, соответственно, вот получился такой неплохой, скажем так, по параметрам того времени, электропроигрыватель, предназначенный для проигрывания пластинок граммофонных, или, как сейчас модно называть, виниловых дисков, значит, различного диаметра, от стандартного большого до, в общем-то, дисков минионов небольших, маленьких. Также на нём, в принципе, можно проигрывать и мягкие, монофонические грамм-пластинки. Но это не его специфика, не его специализация, потому что это электропроигрыватель первого класса, как вы уже, наверное, поняли из названия, Vega 122 S. Эксплуатироваться он должен с стереокомплексами Vega, в состав которых непременнейший должен входить усилитель, либо отдельный предварительный усилитель плюс усилитель мощности, либо усилительно-коммутационное устройство. Vega выпускала большой спектр вот таких усилительно-коммутационных устройств, или, как иначе называли, полных усилителей, в которых в одном корпусе заключен и предварительный усилитель, и, соответственно, усилитель мощности. А также необходимая для данного устройства, для данного электропроигрывателя необходимая вещь, такая как усилитель-корректор. Так как, значит, данный электропроигрыватель оснащён электромагнитной головкой звукоснимателем, вот, можете её здесь видеть, в данном аппарате применена головка звукоснимателя GDM-155-1, вот, очень неплохая магнитная головка звукоснимателя с алмазной иглой, предназначавшаяся как для аппаратов первого класса, так и для аппаратов высшего класса, в общем-то, имеющая достаточно хорошую частотную характеристику, минимальный уровень искажений. Так вот, в отличие от электропроигрывателей и электрофонов, оснащённых головкой звукоснимателя пьезокерамической, которая даёт достаточно высокий уровень напряжения на выходе, значит, магнитные головки, как вы знаете, они дают минимальное напряжение, измеряемое вольтах, на выходе, собственно говоря, самой головочки. То есть, и мало того, что оно, скажем так, минимальное по значению амплитуды, это напряжение ещё и, вернее, этот звуковой сигнал, поданный, значит, с головки звукоснимателя магнитной, он имеет определённые искажения, то есть, у него имеется завал в области низких частот. То есть, если мы посмотрим характеристику, характеристическую кривую данного звукоснимателя, то увидим, что, в общем-то, на низких частотах имеется достаточно сильный спад по дБ в характеристике. Вот для того, чтобы выровнять, соответственно, значит, эту характеристику, привести её к привычному человеческому уху, вот применяется как раз усилитель-корректор. Небольшой блочок, входящий в состав усилителя коммуникационной аппаратуры, выполняет двоякую задачу. Первая его задача, как следует из названия, это усиление слабых электрических сигналов, попадающихся от магнитной головки на вход усилителя. То есть, пройдя через предусилитель-корректор, эти сигналы усиливаются по амплитуде, и, соответственно, далее могут быть уже усилены остальными каскадами усилителя коммуникационного устройства, либо предварительного усилителя. И второе назначение этого усилителя-корректора, это, соответственно, корректировка, как следует из названия, снимаемого с головки звукоснимателя сигнала звуковой частоты. То есть, там несколько подавляются высшие звуковые частоты, и добавляется, путём там конденсаторно-инкосной цепочки, добавляется, значит, некоторый подъём характеристики в области низших частот. То есть, мы получаем качественный звук. Ну, как вы знаете, значит, в Советском Союзе эталоном музыки всегда, эталоном качественной музыки, устройств для качественного распространения музыки всегда являлись почему-то вот именно, значит, электропроигрыватели, электрофоны. Очень ценилась эта вот головка с алмазной двойной магнитная. Кто имел возможность доставать импортный, был просто счастлив. Ну, ещё ценились венгерские головки. Ну, это уже тема отдельного разговора. Здесь же стоит, как вы видите, отечественная головка звукоснимательная ГДМ, значит, 155-1. Вот, это, значит, из последних разработок наших отечественных головок магнитных звукоснимательных с алмазной иглой. В общем-то, довольно неплохое качество звучания удавалось получить при использовании этой головки. Ну, давайте немножко вернёмся к характеристикам нашего микрофона, вот, и о нём поговорим. Значит, кто из себя представляет данный микрофон? Электропроигрыватель ЭП ВЕГА-122 стерео предназначен для распространения записи с граммоплотинок любых форматов. Аппарат может быть использован в составе блочных стереокомплексов, а также с различной звукоусилительной стереофонической аппаратурой, имеющей, как я уже говорил, корректирующий вход. ВЕГА-122S применено электропроигрывающее устройство G1001 польского производства. Можно у нас было применять польские, ненгерские электропроигрывающие устройства. Собственно говоря, электропроигрыватели не отнасчены никакими уделителями. Но внутри в корпусеación электрики только схема управления двигателем. Собственно говоря, вот такого класса электропроигрывания, он состоит только из электропроигрывающего устройства. То есть, грубо говоря, в данной вертушке из отечественного у нас только корпус, вот с этой прозрачной крышкой. Наша родная промышленность выпустила этот корпус с прозрачной крышкой, но такую прецизионную деталь, как электропроигрывающее устройство, вот вместе с аэндиском, с тонармом, с системами антискейтинга, в регулировке веса, в регулировке прижимной силы, с микролифтом, вот здесь очень хорошо действующий микролифт, автосток, и т.д., и т.п., механизм, значит, устройство регулирования частоты и скорости вращения диска стробоскопическая, это все, соответственно, было сделано в Польской Народной Республике. Ну и, хочу сказать, сделано неплохо, вот, а вот корпус скрипучий, такой, не очень, скажем так, приятный скрипучий пластмасс, вот видите, мы его пошевели, он немножко подкрипывает, могли бы сделать и получше, потолще, вместе с тем, внешний эстетический вид проигрывателя неплох, то есть у нас, как всегда, задумывалось все, в общем-то, задумывалось как лучше, ну, а делали, как всегда, значит, что у нас тут интересно, головка звукосниматель, как я уже говорил, электромагнитная, в аппарате имеется микролифт, автостоп, который срабатывает по окончанию разведения грампластинки, а в результате чего тонарм возвращается в исходное положение, и проигрыватель отключается от сети, то есть тонарм возвращается на свою парковочную вот эту стоечку по окончании пластинки и проигрыватель полностью отключается от сети, это, кстати, не во многих проигрывателей такое применялось, в данном реализовано и реализовано достаточно на высоком уровне. Технические характеристики. Частота вращения диска 33 и 45 оборотов в минуту, то есть стандартная частота 33 оборотов в минуту, ну, видимо, применяли диски на 45 оборотов в минуту, соответственно, вот. Эти диски не так часто были распространены, но запись на них была несколько более высокого качества, благодаря более высокой скорости вращения. Значит, вот для применения дисков с центральным диаметром большего размера, еще стандартный, в проверке предусмотрена вот такая центрирующая вставка, то есть если мы берем диск большой вверх в центре, то центрирующую вставочку ставим на, значит, диск электропроверителя и уже по ней выставляем пластинку. Наша промышленность-таки пластинок не выпускала, тем не менее импортные пластинки в такой большой, большем отверстие в центре встречаются, попадаются, бывают, значит, подали. Так, значит, что еще по параметрам. Частота вращения диска, я сказал, 33 и 45 оборотов в минуту, диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 тысяч Гц. Это имеется в виду на выходе с электромагнитной головки звукоснимателя. То есть, а что уже дальше с этими частотами происходит, зависит только от усилительно-коммутационного устройства. То есть, от усилка, в каком виде они через усилок пройдя, придут на колонки, и что с ними сделают уже колонки, акустические системы. Это зависит только от качества конечной аппаратуры. То есть, то, что может этот проигрыватель, он, говорится, делает. Он выдает свои характеристики и параметры по частотной характеристике, по искажениям и так далее. А далее уже дело усилительной аппаратуры. Но свои параметры он выдает. Достаточно и для аппаратуры High-End класса тех времен. Коэффициент детонации электропроигрателя минус 0,13%. То есть, очень небольшой. Отношение сигнал-рокос, взвешенное значение, минус 64 дБ. Это, я вам скажу, очень неплохо для проигрателя. То есть, шумы двигателя, шумы механизма привода диска никоим образом не передаются на... Или передаются минимально, скажем так, в минимальной пропорции на головку звукоснимателя. Потому вот здесь применен комбинированный привод диска. Значит, от двигателя диск приводится в движение пальчиком. Но это я вам отдельно покажу потом. Потребляемая мощность от сети всего-навсего 6 Ватт. Габариты 430 на 112 на 349 мм. Вес каких-нибудь 4,4 кг. Ну и стоил этот электропроигратель в 1990 году 195 рублей. Напоминаю, средняя зарплата для тех времен составляла 160-170 рублей для служащих. Грубо говоря, зарплата инженера. То есть, проигратель стоил несколько дороже. Скажем так, мерещенная зарплата, скажем так, инженера. Ну что, напишем об этом проигрывателе в рекламном проспекте журнал «Радио» в том же 1990 году. Электропроигрыватель «ЕГАР-120 стерео». Предназначен для этого произведения грамзаписи с плотинок любых форматов. Он может использоваться в составе блочных стереокомплексов, а также с любой звуковыслительной аппаратурой. Ну и, в принципе, остальное все то же самое, что я вам уже сказал. Вот. Значит, реклама в те годы, скажем так, была не особо раскоценена. И вот, собственно говоря, только в журнале «Радио» рекламировались подобные вещи. Давайте посмотрим на наш проигрыватель в работе. Значит, как я уже говорил, головочка звукоснимателя. Вот она у нас. В головке звукоснимателя применена сменная вставочка с алмазной иглой. То есть, по факту износа иглы можно, не отвинчивая даже саму головку целиком, просто поменять вставку. В продажу такие вставочки попадались в советское время. Это сейчас, знаете, проблематично. Но раньше можно было поменять просто вставочку, и проигрыватель, скажем так, утративший свои свойства иглой, был, в общем-то, готов к работе. Значит, никакого сетевого выключателя в этом проигрывателя не имеется. То есть, запуск его в работу происходит, и включение к сети автоматическое происходит после того, как мы возьмем пластиночку, возьмем какую-нибудь виниловую, скажем так, диск, или установим ее на мат. Это резиновая вещь, которая лежит на детский проверке, называется матом. Вот. Резиновая прокладочка. От ее качества тоже многое зависит от указательства. Установим мат на мат пластиночку. Вот. Значит, теперь иголочка у нас в нерабочем положении закрывается специальным щитком, который мы аккуратнейшим образом приподнимем, чтобы она не повредилась. Алмазная игла вещь очень тонкая и нежная. Даже при случайном неаккуратном падении на диск она может сломаться, поэтому лучше всегда опускать защитный прозрачный экранчик в неиспользованном положении. Вот. Ну и, соответственно, тонарм на парковочной стоечке лучше всего фиксирует специальные защелочки в нерабочем положении, чтобы он не соскочил куда-нибудь, не дай бог. Хотя его, конечно, придерживает микролифт. Вот это вот дуга. Это, значит, собственно говоря, рычаг микролифта, который позволяет плавно опускать пластиночку, на пластиночку головку звукоснимателя, в избежание порчи иглы и пластинки. И в нерабочем положении он, соответственно, поднят вверх и не дает тонарму опуститься ниже, скажем так, такого уровня, чтобы игла надела за что-либо. Ну, как вы сами понимаете, все сделано для того, чтобы не портить ни иглу, ни головку, ни пластинку, поэтому опускать тонарм на пластинку вручную категорически, соответственно, запрещено. Вот. И, в общем-то, все это для нас делает автоматика в тот же микролифт. Значит, перед началом проигрывания пластинки неплохо бы убедиться в том, что скорость вращения диска, который переключается вот этим кнопочным переключателем 33 оборота, 45 оборотов. Поджатом состоянии 33 оборота, нажатом 45 оборотов. Вот. Неплохо бы убедиться, что скорость проигрывания диска вращения диска соответствует эталонной. Для этого применен стробоскопический индикатор скорости вращения диска. То есть, вот вы видите, по всей поверхности нашего диска боковой нанесены такие отметочки вот которые соответствуют скорости вращения диска 33-45 как его регулировать в процессе вращения диска здесь у нас загорается красная стробоскопическая лампочка видите она горит и нужно вращая расположенную на снеголовочку добиться того чтобы метки визуально как бы стояли на месте сейчас они бегут у нас немножко назад если мы покрутим этот диск вот мы видим меточки, бег меточек замедлился он пока еще не остановился еще немножечко порегулируем поворачиваем, ага, вот мы видим что меточки верхней соответствующей скорости 33 оборота как бы замерли на месте, стробоскоп их зафиксировал то есть при помощи стробоскопического регулятора мы установили эталонную частоту скорость вращения диска как только мы вернули тонарм свою ручную на место соответственно у нас диск остановился проигрыватель отключился от сети полностью возьмем пластинку возьмем наш виниловый диск установим ее на диск проигрывателя подведем аккуратно головку звукоснимателя вместе с тонаром к интересующему у нас фрагменту записи в принципе по дорожкам по промежуткам между дорожками нужно понять какую песню мы хотим прослушать ну и после этого убедившись в том колпачок с иголочки снят вот посредством движения на себя вот этого маленького рычажка мы заставим микролифт работать и опускать наш тонарм на поверхность диска для воспроизведения градозаписи ну конечно перед этим наш электропроводитель должен быть соединен специальным неотъемным шнуром вот он там сзади у нас идет с усилительной аппаратурой посмотрим как все это работает сзади сзади Субтитры делал DimaTorzok К сожалению, диск попался несколько пиленный Как вы видели, произошло заедание Очень огорчительно Пластинки на какой-то Вернее, иглы на какой-то Дорожке Давайте немножко ближе ознакомимся С механизмами управления Регулировки положения Танарма Вот здесь мы видим противовес Находящийся на Заднем хвостовике Танарма Регулированием положения этого противовеса Вперед-назад Мы добиваемся оптимального давления Иголочки на пластинку Звукоснимателя Дальше регулятор антискетинговой силы Вращая которой мы добиваемся того, чтобы Минимальные были нагрузки На боковые канатки пластинки Центробежные при вращении При вращении Соответственно диска возникающей Вот наш парковочный Рычажок О котором я вам говорил Ну и соответственно Вот рычажок Посредством которого у нас Производится опускание Танарма на пластинку На пластинку Сейчас мы там посмотрим Немножко поближе Как это все происходит Как работает наш микролифт Рычажок микролифта Вот он видите Такой дугообразный Давайте выберем какое-нибудь Место пластинки Ближе к окончанию Допустим Вот здесь Чтобы посмотреть Как работает автостоп И опустим Наш тонарм На пластиночку Да, совсем плохой диск Приподнимем Еще немножечко подвинем Опять опустим Да что ж такое Еще одна попытка Ну вот диска же кончает Сейчас мы увидим Надеюсь увидим Работу автостопа По окончании записи На пластинке Игла доходит До пустых каналок Начинает двигаться В сторону центра пластиночки Тут срабатывает Должен срабатывать Автостоп Вот он срабатывает Не хочет почему-то срабатывать Ничего Так Сейчас проверим Почему же у нас Не захотел срабатывать автостоп Давайте попробуем На другой стороне диска Проделать Эту же операцию Так Ну вот Прошу прощения Почему-то он у нас Не захотел сработать Но поверьте мне на слово Что автостоп В этом проигрывателе Все-таки работает И полностью отключает его От сети Вот Ну теперь немножко Об устройстве Аппарата Сейчас я вам Немножко расскажу Как организовано Вообще Вращение Вот этого диска Это замечательного Польского устройства Для того Чтобы добраться До Механизма Привододиска Мы снимаем мат Видим вот такой Зверчатый диск Перед собой Вот Аккуратнейшим образом Его снимаем Вот вы видите Как выглядит наш диск Он тяжелый Алюминиевый Но достаточно тяжелый Для того Чтобы это сказать Было равномерное Вращение Пластинки И там мы видим С вами вот двигатель От него через пасек Вот Проявляется привод Вот этого суппорта Несущего Нашего с вами Диска Вот То есть Вращается двигатель Вот Можно видеть Двигатель вращается Посредством пасека Передается вращение Этому суппорту Вот Соответственно Он Уже вращает наш диск На котором лежит пластинка Вот Пасек здесь широкий Достаточно Износостойкий Вот Надо просто Периодически Протирать его Спиртом Чтобы он не Рассыхался Потому что Достаточки Пасеки нынче Проблематично Но его хватает Как правило Надолго Вот Значит Вернем Все это дело На место Вот Все таки Хотелось бы Поинтересоваться Почему же У нас Остастопса Категорически Не захотел Работать Сейчас попробуем Небольшими Регулировочками Добиться Корректной Работаем Этого Капризного Устройства Итак Мы вновь Ставим Диск На наш Электропроигрыватель Освобождаем Тонаром Пускаем Наш Проигрыватель В работу Надеемся Что Автостоп Собоем Остастоп Собоем Диск Вот он пытается Работать Но Что-то ему не даёт. Что-то нашему автостопу всё-таки мешает. Так, попробуем всё-таки ещё его немножечко отрегулировать. Так, прижим, иголочки, антискейтинг. Вот. Пробуем отключить от сети нашу листушку, сделать, так сказать, горящую перезагрузку. Вот. Ну, и вновь запустить идёт в работу. Нет, очевидно, тут что-то не всё в порядке. Я немножечко разберусь и соответственно, пора демонстрирую вам работу автостопов в действии. На этом тогда будем считать, что наш сегодняшний рассказ закончен. Спасибо за внимание. Всего доброго.